Побег Лизы Басовой. Примечание. Санкт-Петербург, 1911 год. Куропаткин, 1848-1925 годы, русский военный деятель, в 1898-1909 годах, военный министр. Желябов, 1851-1881, русский революционер-народник. Покров. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы приходился на 10 октября, время окончания сельскохозяйственных работ, к которому приурочивалось празднование свадеб. Оргиазм. Теория, распространенная в среде художественной интеллигенции на рубеже 19-20 веков, согласно которой для полной реализации творческих способностей человека необходимо раскрепощение его внутренних стихийных сил. Ганнибал, 247-183 годы до нашей эры, карфагенский полководец и государственный деятель. Астарта, азиатская богиня любви и плодородия, культ которой включал в себя священную проституцию. Жозефина Богарне, 1753-1814 годы, супруга императора Наполеона. Канкан, кек-вок и матчиш, модные в конце 19-го, начале 20-го веков, танцы, вначале воспринимавшиеся как непристойные. Олеарий, Петр Петрей, Корп, известные путешественники 17-го века, составившие описание своих путешествий в Россию. Чичероне, итальянский, провожатый. Девятый круг Дантова Ада в божественной комедии Данте – последний круг Ада, в котором караются предатели. Ад, Песнь, 32-33. Мирмидон, греческая мифология, представитель ахейского племени, которая сражалась под Троей, выполняя все повеления своего вождя Ахилла, Илиада. Иносказательно человек, неукоснительно выполняющий полученные им указания. Глава первая. Храповицкий мещанин Тимофей Курленков стоял на коленях в глубине котла, выветренного в пластовой шиферной скале над Енисеем, и чинил рыболовную сеть. Он был очень не в духе. Тимофей, сегодня утром нежданно-негаданно, пожаловала к нему из города на одинокую заимку жена его, Ульяна, баба еще молодая, но пьяная и гулящая. Тимофей, человек степенный и работящий, ее терпеть не мог. Жили они давным-давно врозь. Ульяна в городе, по местам у навозных. Тимофей, приказчиком-сторожем на глухой заимке, брошенный настоящим хозяином, красноярским купцом, чуть не в полную собственность Тимофея. Купец, великий фантазер из-за пивоха, весьма уважал Тимофея за честность и еще больше за то, что, однако, курносый, как Сократ. Прежде чем спиться, купец успел поучиться в Красноярской гимназии, а, может быть, именно там-то и спился, как весьма многие сибирские юноши. Визиты Ульяны к мужу на заимку всегда означали одно и то же, что бабу бросил очередной любовник, а она с досадой и горя запьянствовала, потеряла место, безобразничала недели две по улицам и валялась хмельная у всех кабаков славного города Храповицка. Пока, наконец, пропившись дотла, не вспомнила о существовании где-то в глуши за сорок пять верст своего законного супруга. Сегодня Ульяна пришла в довольно приличном виде, то есть имела при себе юбку и башмаки. Два года назад, в последнее свидание супругов, она явилась очам изумленного Тимофея почти Евою. Всю одежду заменял ей рогожный куль, который она носила как поп-ризу. А на дворе потрескивали уже сентябрьские морозы, другая бы замерзла, либо простудилась насмерть. Но этой железной, да и к тому же насквозь проспиртованной бабище, все было с полгоря. Хоть бы лишний раз чихнула. При встрече муж и жена после кратких и весьма ласковых приветствий быстро переходили к пререканиям, от пререканий к драке. Побеждал в продолжительном бою, в конце концов, разумеется, Тимофей, все-таки мужчина, но не без труда и урока, потому что Ульяна была не по-женски сильна и в драке зверела, так что надо было ее связывать. Вся обычная последовательность супружеского свидания повторилась и сегодня утром, о чем выразительно свидетельствовали царапины на лице Тимофея и подбитый глаз. Тимофей продержал жену, связанную больше трех часов, покуда она утомилась ругаться, заснула, выспалась и, проснувшись, взмолилась о помиловании. Тимофей явил великодушие и развязал Ульяну, за что в благодарность та немедленно плюнула ему в глаза. Драка имела все данные возобновиться, но Тимофей, как опытный стратег, сообразил, что, покуда связанная Ульяна спала и отдыхала, он три часа работал во дворе, не покладая рук, и, следовательно, со свежими силами врага ему, утомленному, не сладить. И, осторожный, как Куропаткин, он благородно ретировался к сетям своим на Енисей, оставив за торжествующее Ульяною поле сражения и фортецию заимки. Ульяна воспользовалась своею победою прежде всего за тем, чтобы разыскать имевшуюся в хате бутылку спирту, которую и осушила по-сибирски чайную чашкою. Алкоголь умягчил ее бранное сердце и расположил мириться с мужем. К тому же на заимке ни души не было, и пьяной бабе стал скучно. Одним словом, каковы бы ни были намерения Ульяны, мирные или воинственные, но Тимофей около обеденного часа увидал из своего котла, что жена взбирается к нему в убежище, крутую тропинку по обрыву над Енисеем. Ульяна едва держалась на ногах, качалась, шаталась, падала на четвереньки, ползла. Тимофей пришел в ужас. Он знал, что тропа узкая, неверная, осыпчатая, по ней и трезвому-то пройти не шутка. И не успел он крикнуть Ульяне, чтобы она стереглась, как несчастная баба и в самом деле оступилась и полетела, перекувырнувшись в воздухе вниз, а за нею грянул целый обвал слоистой выветвленной породы. Тимофей, едва помня себя от ужаса, бросился на помощь к жене. Она лежала близ самого Енисея на гальке, полузасыпанная и неподвижная. Пока мужик добрался к ней через сыпучую дыру, которую сделал в тропинке обвал, прошло довольно времени. Бледная синева лица, скал зубов и лужи крови вокруг холодеющего тела выразительно говорили Тимофею, что он овдовел. Тимофею нисколько не жаль было Ульяне, но он был потрясен внезапностью катастрофы и, кроме того, струсил. Не покойнице струсил, но что засудят. Мужик он был неглупый и сразу смекнул, что в несчастный случай тут начальство плохо поверит. О скверных отношениях Тимофея с женою было известно далеко в околотке. Заглянул Тимофей в лужицу, наплесканную Енисеем между галькою. Вода показала ему курносое лицо, исковерканное смущением и страхом, а что хуже всего, избитая и исцарапанная так усердно, что не у всякого настоящего убийцы бывает худо. Одна надежда, что никто не видал, кругом пустыня. До ближайшего жилья села проще — семь верст. Спустить Ульяну, хорошенько загрузив крупную галькою в Енисей и концы в воду. Но тут Тимофей сообразил, что Ульяна прошла ряд сел, в которых ее знали. Значит, известно, что она находится у мужа. Значит, не сегодня-завтра узнается, что Ульяна пропала с заимки невесть куда. Значит, явится спрос к Тимофею, куда девал жену. А Енисей — река сумасшедшая. Негруженная. Он грузит, а груженная разгружает. Каких камней не наверти на покойницу — это похороны неверные. Течение очень может развязать труп и выбросить его где-нибудь на мель в протоке. Покуда Тимофей горевал и раздумывал к заимке со стороны ближнего села, подходил человек. Был он богатырского роста, в грубом пиджаке домотканного сукна, штаны засучены в высокие сапоги. Из-под московского картуза глядели глаза орлиные, суровые, смелые и зоркие. Сивые усы, сивая борода. Звали этого человека, а, впрочем, все равно, как его звали, а кличка ему в округе была — Потап. Был он старый политически ссыльный бомбист, отбывший долгую каторгу и поселение, и потом брошенный под гласный надзор в степное село. Тимофей жил на проще много лет, омужичился, стал хозяином, и, как часто бывает с поднадзорными властного ума и характера, если они попадают в очень глухое захолустье, сделался человеком, необходимым для крестьянства своего рода моральным начальством, которое иной раз повлиятельнее начальства коронного. Тимофей зазрил Потапа издали на буграх. Сперва испугался, потом обрадовался. Потап был как раз человек, подходящий Тимофею для помощи и совета. Что Потап поверит ему и не подумает, будто он убил Ульяну, Тимофей не сомневался. Потап поверил. Положение трупа, характер ушибов и ран на теле Ульяны убедили старика, что Тимофей говорит правду. Сомнения и страхи Тимофея он тоже понял очень хорошо. Без вины разорят и засудят. Прежде всего это надо зарыть. Подняли мужчины мертвую Ульяну и перенесли ее на заимку во двор. Там Потап приказал Тимофею разметать огромную кучу назема и на расчищенном месте рыть яму. Делалось так за тем, что под наземом земля талая, рыхлая и легче скорее берет ее заступ. Ведь по Енисею и летом уже наоршин вглубь почва промерзлая, что камень, хоть разбивай ее ломом и руби топором. А стояло не лето уже, ранняя осень. Дни бежали к покрову. Работали часа два. К вечеру тело Ульяны навсегда исчезло от глаз мира сего в глубокой яме, плотно засыпанной песком. Поверх песка мужчины снова навалили бугор назема. «Теперь, — сказал Потап, — сядем да померекаем. Как избывать беду твою дальше? Я так полагаю, Тимофей, что оставаться на заимке тебе никак нельзя». «Страшно, — Потап Ильич, — сознался Тимофей. «Хотя баба была самая лядашая, и никакой вины моей в ее смерти нету, а все же...» «Разумеется, кому приятно жить одному в пустыне и труп под ногами чувствовать. Но помимо того, опасно, что родня, знакомцы, начальство вскоре хватятся твоей Ульяны, начнут ее искать». «А перед следствием и допросом я тебя знаю, ты спасуешь. Ну и готов, черту баран, ни за что, ни про что, Сахалина, хватишь. Надо тебе уехать, друг любезный, уезжай. Я бы с радостью, Потап Ильич, только боязно, не подать бы на себя еще большего подозрения, скажут люди, что за диковина. Пришла к Тимофею жена и как в воду канула, а сам Тимофей ускакал невесть куда, будто оглашенный. Это не иначе, что он ее извел да бежал». «Да», — спокойно возразил Потап, — «ты совершенно прав. Бежать одному без жены я тебе не посоветую. Прямая улик накроют. Но тебе следует не одному бежать, а именно вдвоем с женою». «То есть как же это с женою, Потап Ильич?» «Так, с женою, с Ульяною». «Позвольте, Потап Ильич, мне невдомек. Ослышался я, что ли? Или плохо вас понял? А зарывали-то мы с вами сейчас кого же?» «Ульяну зарывали». «Ну, чудак, Ульяну зарыли. А паспорт от нее, небось, цел остался? Нечто не знаешь, что на Руси человек состоит из души, тела и паспорта. Теперь, покуда не станет известно, что Ульяны твоей больше нет на свете, которой женщине ты дашь паспорт Ульяны, да и будет Ульяною, понял?» «Однако понял», — протяжно сказал Тимофей. «Покуда ты назем ворочил, я твое дело обмозговал, слушай». «Тебе совсем не бежать надо, а просто уехать, открыто уехать, у всех навести. Ну, в Красноярск, что ли, скажись, будто за покупками. И дам я тебе в попутчице одну женщину, то есть девушку. Она из наших, политических, только в политику-то совсем не по характеру своему попала, а больше как кур в ощупь. Тоскуют здесь ужасно, а сослана на пять лет. Человек хороший, но воли большой в себе не имеет. Страдать и терпеть неохоча, да и не понимает хорошо-то, за что терпит. Вообще лишняя она здесь. Я давно уже порешил устроить ей побег при первой же возможности. И если ты согласишься, то счастливее случая найти нельзя. По приметам она с Ульяною сходится. Ты ее знаешь, это Лиза Басова. Моложе покойницы немножко, да это пустяки сойдет. Вся твоя обязанность, стал быть, сводится к тому, что ты увезешь ее из наших мест как будто бы свою жену и доставишь, куда мы тебе назначим. А затем, пожалуй, хоть и домой возвращайся на заимку. Скажешь людям, что жена поступила служить господам на место в Красноярске или Томске. Можно, пожалуй, и паспорт ее там прописать. А то просто жалуйся, что, мол, запила, бросила меня в губернии. Все знают, какая шалая и непостоянная была твоя Ульяна. И если ты все это исполнишь, то не только спасешь себя от всякой опасности, но еще и доброе дело сделаешь и заработаешь рублей пятьдесят, даже сто. У Лизы есть маленькие деньжонки, да и я согласен помочь. И заранее говорю тебе, этой твоей услуги я пока буду жить, тебе не забуду. Тимофей очень задумался. План Потапа казался ему просто ясен. Если и было что трудное к выполнению, то разве вначале? Как провести Лизубасову под именем Ульяны по тем деревням и селам, где Ульяну знают в лицо? Но, сообразив расстояние и свои знакомства, Тимофей высчитал, что последний пункт по тракту, опасный ему в этом отношении, находится в верстах в пятидесяти, станок Кошмина. У Ульяны была выдадена туда замуж старшая сестра. Дальше Кошмина у Ульяна никогда не бывала. На доброй паре сытых сибирских степных коньков Тимофей рассчитывал сделать этот перегон в ночное время, выехать с вечера, покормить коней на степу в дороге и так приноровить, чтобы к свету очутиться уже далеко за Кошмином. Если опозднимся, ободняет, то дам крюку по степи, объеду Кошмина стороной, ничего, можно, вот только Потап Ильич не было бы за вашей барышнею погони от начальства. За три дня я тебе ручаюсь, что не будет, а может быть и четыре, и все пять дней, даже неделя пройдет, покуда ее хватится. Это-то нам устроить всего легче, и сами целы будем, и добрых людей не подведем. А за пять днен вы будете уже в верстах в пятистах, если не больше. Да раз всем будет известно, что ты уехал со своей женою, какое же у кого может быть на тебя подозрение? В таких соображениях и переговорах провели они Потап с Тимофеем целую ночь, а наутро окончательно ударили по рукам, решились и принялись действовать. Побегу Лизы Басовой было назначено быть трое суток спустя. За это время Тимофей нарочно то и дело показывался на проще всем, в том числе и помощнику Станового, говорил о своей скорой поездке в Красноярск, будто хозяин-купец вызывает к себе по торговому делу, рассказывал, что жена к нему возвратилась, и жаловался, что никакого терпения с нею не станет, так безобразно пьет и буянит. Одное оставить невозможно, боюсь, заимку сожжет. Мне перед отъездом хлопот, забот выше головы, отлучиться от дома не смею. Спасибо Потапу, что заходит присмотреть. Только в то время я и свободен. Ты бы ее, однако, полечил, советовали ему. И то в Красноярск с собою везу. Лекарь там, сказывают, чудотворный проявился, хорошо пользует от запоя травами. Хотя большой надежды не имею, однако авось. Эдкая обуза и убыток, а нечего делать везу. Да и все равно, как ее проклятую одною дома оставить? Она заимку сожжет. Вон, смотрите, как мне рожа-то обработала. Некоторые любопытные кумушки сунулись было на заимку посмотреть, как пьет и безобразит Тимофеева молодуха, но наткнулись там на сумрачную и грозную фигуру Потапа, который вытурил их без церемонии. Нечего, нечего хвосты трепать, о чужом сраме любопытствовать. Когда вытрезвим Ульяну, тогда милость прошу. А представление делать из пьяного человека не позволю. Стыдно вам, тетки. Потапы боялись. Кумушки ушли, не словно хлеба. А легенда о беспросыпном запое Ульяны еще более окрепло выросла и покатилась от хаты к хате. Что касается Лизы Басовой, ее побег был обставлен очень просто. В назначный день она обратилась к помощнику Станового с просьбой об отлучке на три дня в соседнее село Верст за восемнадцать к знакомой Попадье. Отлучки эти разрешались ей уже не раз. У полиции Басова была на счету с мирной и выигрывала тем маленькие поблажки. Да и вообще ссылка в сибирском селе только скучна ужасно и для людей, не имеющих своих средств, голодна. В рассуждении же общего прижима она, пожалуй, легче городской, начальство меньше и калибром оно мельче. Помощник Станового совершенно спокойно разрешил Басовой навестить Попадью, а Басова тоже совершенно спокойно, отойдя версты две за Паскотину, спустилась в балку, где ждал ее Потап с платьем, которое должно было превратить Лизу в Ульяну. Платье Лизы Потап зарыл тут же в балке и камнем завалил. Падали сумерки, когда, окружив село по степи, они вдвоем спустились к Тимофеевой заимке. А полчаса спустя затарахтела по тракту кибитка, унося двоих путников. Проехать пришлось через все село почти двухверстную прощу. На том настоял Потап. Слыша грохот колес, глядели люди в окна и говорили, «Хурлянков в губернию покатил, жену от пьянства лечить. И шельма до чего себя довела, даже сидеть в кибитке не может, колодою лежит. Ай-яй-яй! Однако и бабы ж пошли нони». Помощник Станового тоже смотрел в окно и тоже жалел Тимофея и ругательски ругал его пьяницу жену. Лиза Басова кончила свою ссылку. Глава вторая. Лиза Басова, так романтически бежавшая из ссылки в селе Проще, прав был Потап, попала в революцию действительно как курвощи, совсем нечаянной, пожалуй, что почти не ко двору. Была она москвичка, не городская, из уезда, происходила из духовного звания, училась в московском Филаретовском училище. Курса не кончила по неприятностям с начальницей, и с семнадцати лет поступила продавщицу в игрушечный магазин. В качестве сироты жила у тетеньки, которая весьма строго наблюдала за ее нравственностью, но обращалась с нею, как с прислугою. Да и приходилось в самом деле помогать прислуге. Тетенька держала на бронной студенческие меблированные комнаты со столовкою. Пансионеры к ней валили валом, потому что дама была довольно добросовестная, кормила дешево и почти съедобно. Со студенчеством весело. Лиза своей полуприслужнической ролью не тяготилась. Дело у тетеньки процветало и росло, а сама тетенька старела и болела. Лизе пришлось бросить магазин и превратиться в экономку меблированных комнат. Окруженная студентами, она ловила от них кое-какие идеи времени, но, правду сказать, была слишком неразвито, чтобы сознательно усвоить, а развиваться было некогда. С утра до вечера кипела в хозяйстве, как в котле. Из себя девушка была не то чтобы уж очень красивая, но при симпатичной миловидности, рослая, статная, дышащая здоровьем и силою. Темпераментом природа наградила ее холодным, к влюбчивости нерасположенным, а для дружбы и товарищества весьма приспособленным. Поэтому студенчество очень уважало и любило Лизу Басову, несмотря на ее простоту и почти темноту, и даже ревниво берегло ее от чересчур предприимчивых развивателей. Таким образом, досуществовала Лиза Басова до 22 года жизни, не выйдя замуж и не имев романа, просто добрым товарищем и хорошую девкую. Своей стороны она почти суеверно обожала студенчество, как некую высшую силу, инстинктивно, именно только за то уже, что оно студенчество. И не понимала, но глубоко уважала на веру решительно всякую революцию, потому что огромное большинство студенчества у нее, квартирующего и столующегося, было революционно. Она знала кое-что по слуху, например, что у одних пролетарии всех стран соединяетесь, а у других в борьбе обретешь ты право свое. Какая разница между теми и другими? Это оставалось выше понимания Лизы, но она одинаково сочувствовала тем и другим, трепетала за тех и других, вместе с теми и другими ненавидела полицию, опасалась и подозревала шпионов, и в случае надобности очень могла за тех и других собою пожертвовать. Ну и случай представился. Был обыск в меблированных комнатах, искали шрифт и ничего не нашли. Присутствуя при обыске за хозяйку, Лиза Басова заметила скромный тючок, до которого полицейское внимание еще не достигло. Она хорошо знала, что тючок, с только что отпечатанными прокламациями более чем энергического призыва. Тогда Лиза Басова тючок очень ловко скрыла и вынесла в прачечную. Жандармы удалились с пустыми руками, забрав на всякий случай двух обысканных студентов. Но на завтра они возвратились уже за Лизой Басовой. Номерная горничная подметила ее проделку и нашла выгодным донести. В тюрьме Басова вела себя опять-таки не героиню какую-нибудь, но с достоинством, хорошую девкую. Никому ни словом не повредила, ни в чем не обмолвилась, а, не надеясь на свою изворотливость, больше отмалчивалась, знать не знаю, ведать не ведаю. Арестованные студенты, искренне жалея Лизу, усердно и постоянно заявляли на допросах, что Басова в их деле ни при чем, человек непартийный и ровно ничего революционного они ей не открывали и не доверяли. Мудрое начальство и само видело с ясностью, что треплет совсем непричастного человека, но замолчанку, в которой упорствовала Басова, на всякий случай, швырнула ее в порядке административной ссылки в Восточную Сибирь на Енисей в Прощу. Потап немножко слукавил, когда уверял Тимофея, что ему хочется сбыть Басову из Прощи только потому лишь, что девушка очень тоскует. Что Лиза умирала в Прощи от тоски по России, это правда. Ну, кто ж не тоскует в административной ссылке. А бегут, однако, весьма редкие. Больше того, еще недавно было время, когда подобные побеги, тем более от определенного срока, считались в ссыльной среде почти неприличными и вредными, потому что отзывались на остающихся товарищах лишением льгот по свободному жительству и разными мстительными притеснениями по закону. Я испытал это на самом себе в Минусинске. Я очень дружил с местными татарами. Они два раза предлагали мне выкрасть меня и переправить через Саяны в Китай. Только скажи, сам не услышишь, как очутишься в Сойоте. Соблазн был огромный, а риск почти никакого, но посоветовался я с одним милым человеком, другом всех политических, и отказался, потому что, говорит, пять лет ссылки не такой уж безнадежный срок, чтобы его не вытерпеть, тем более что средства у вас есть, живете сыто. А если вы сбежите, то местные власти получат еще небывалую нахлобучку от верхнего начальства. Вы ведь человек нашумевший и на особом положении, и нахлобучка это целиком выместится на остальных политических. Из них здесь тогда последнюю кровь выпьют. Таким образом, если срочный ссыльный бежит, то обыкновенно не для личного благополучия, а вытребованный делом. Дело было дано и Лизе Басовой. Оно висело у нее на шее вместе с крестом и образками. Это уж на случай обыска для полного грима мещанки Ульяны Курленковой, зашитая в ладанку в виде бумажки, мелко исписанной цифровым шифром. Бумажку Лиза должна была передать товарищу в маленьком уездном городе Пермской губернии. С товарищем этим она была незнакома, и что в бумажке значилось, было ей неизвестно. Посыл свой Потапу давно хотелось отправить, но не имелось подходящего гонца. В Лизе Басовой он угадал одну из тех пассивно решительных женских натур, которые созданы для революционной дисциплины с нерассуждающей исполнительностью, способной доходить до самопожертвований почти баснословных. В конце 70-х годов был случай, что подобная рядовая революции, командированная Желябовым из Петербурга в Москву по приезде ночью в гостинице, была застигнута преждевременными родами на восьмом месяце беременности. Она имела геройство выдержать ужасающие боли, даже не пикнув, так что и ближайшие соседи ничего не слыхали и не подозревали. Ребенок родился мертвый, женщина уничтожила трупик в печке, прибрала и вычистила свой номер, а поутру, как ни в чем не бывало, поехала шнырять по поручению, бесконечно трясясь по ужасным мостовым иконкам. Исполнила, что велено, и в тот же день отбыла обратно в Петербург. И только тут уже, окончив миссию и дав по ней отчет, свалилась полумертвая и выдержала долгую тяжкую болезнь. Тимофей Курленков и Лиза Басова находились в пути уже седьмой день. Так как они передвигались не перекладными, а собственную Тимофеевой парой, то отдалялись от прощей гораздо медленнее, чем могли бы, но Тимофей почитал, что так вернее. Вопросами о возможности погони, ареста и неприятных встреч беглецы волновались только в первый день, который, покуда не смерклась, Лиза сплошь пролежала в кибитке ничком, притворяясь спящей или пьяную. Но вот переехали за Енисей, очутились в другом округе, степь переменила название, беглецы приободрились, сзади выиграно большое расстояние, впереди никакой опасности, значит, поезжай, не поторапливай, понапрасну коней не мучь. Тем не менее, к седьмому дню странствия кони сильно сморились и обили копыта. Тимофей решил выменить их на первом же базаре, который будет по пути, хотя бы и с малую приплату, на свежую животину. В России мена конем, продажа или покупка лошади для крестьянина — жизненный вопрос первой важности, а в степной Сибири конь — это своего рода живой денежный знак, четвероногое, ходячее, если не из рук в руки, то со двора во двор — оборотная монета. На третий день Тимофей оставил Красноярский тракт и свернул на запад, взяв новую степную дорогу — на Россию. Ехать день за днем осеннюю степью, уставленную могильниками исчезнувших народов, которых и имена эта история забыла — невеселое занятие. Встречников путники имели вряд ли двух или трех, считая от станка к станку, на расстоянии тридцати и более верст, а то и совсем никого. Лиза от скуки старалась как можно больше спать и засыпалась до одурения. Проснется, пара коней трусит мелкую рыссой, бубенцы звенят, будто медные собачки лают. Мерно и жалобно серое небо, серая степь и каменные круги могильников на горизонте. Стоило просыпаться. Только и развлечение, что паромы через могучие степные реки, самовар до заедки на станках у дружков и ночлеги в неопрятных избах с любопытными хозяйками, дымящими керосиновыми лампочками и угарными печами. Тимофеем Лиза была очень довольна. Потап не ошибся, поручив ему девушку. Мужик оказался вежливый, знающий свое место, услужливый, не наянчливый. Был от природы не глуп, и за 45 лет жизни повидал и узнал немало любопытного, как всякий работящий и торговый сибирский человек. Долгое путешествие на лошадях вдвоем, мужчины и женщины, дело фамильярное, особенно в условиях, если они должны слыть за мужа и жену и выдерживать эти роли перед чужими людьми. Развивается невольное общение, устанавливается известная короткость, упраздняются или сокращаются разные мелкие физиологические секреты и условные лжи быта. Таким сближением недолго злоупотребить, не мудрено в нем зазнаться мужчине, особенно когда он сознает, что женщина вся в его руках и кругом от него зависит. Но Лиза не могла нахвалиться скромностью и почтительностью своего фиктивного супруга. С самого начала пути было решено между ними в избежание обмолвок предпосторонними говорить друг другу «ты» даже и наедине и совершенно позабыть, что Лиза Елизавета Прокофьевна, а не Ульяна Дмитриевна. На станках, ночлегах и придорожных встречах Лиза играла свою нетрудную роль молодой городской мещанки очень удовлетворительно. Пьяницу ей уже не надо было притворяться, как скоро они покинули круг своих мест. «Эх, сударыня!» — с искренностью говорил ей Тимофей, «кабы Ульяна, хоть мало была на тебя похожа, то не радовался бы я теперь тому, что она в землю легла». На ночлегах он очень искусно и деликатно покидал жену свою в хате с хозяйками-бабами, а сам удалялся спать в кибитку, отговариваясь, будто не любит спать в тепле. Осень на его счастье стояла погожая и еще без морозов. К концу недели дорога изрядно изломала и коней путников, чувствуя себя в совершенной безопасности, они решили передохнуть день-другой, чтобы ехать дальше со свежими силами и на свежих вымененных конях. Впереди было огромное торговое село Дагна. Въехав в него как раз на самый Покров, путешественники застали и базарный день, и престольный праздник. Кому неизвестно, что батюшка Покров — всероссийская годовая эра крестьянских свадеб, но мало кому в России известно, что такое сибирская крестьянская свадьба в хлебных округах подсаянских и подалтайских благодатных степей. Вернее, впрочем, сказать надо, чем была там крестьянская свадьба и была еще очень недавно, лет десять тому назад, к какой именно давности и относятся странствия Лизы Басовой. В настоящее время обеднение коснулось и этих молочных рек с кисельными берегами Минусинского, Абаканского, Кузнецкого края. Неурожай, переселенчество, земельные ограничения заставили паскудевших чалдонов укротить размах старинного веселья, и все же даже и теперь, в хлебные годы, это былинный пир на весь мир, продолжающийся не менее недели с, воистину, гомерическим разгулом с непросыпными попойками. Плохая крестьянская свадьба в Кузнецком округе обходится в 400 рублей, средняя — в 1000 рублей, порядочная — в 1400 рублей, богатая, о которой потом целый год молва гулом идет по степям до 4000 рублей. И, собственно, свадебные прямые расходы составляют не более 10-20% этих сумм, а остальное пропивается на каждого гостя своего поезжанина. Хозяин отпускает не менее одной-полутора бутылок водки в день на каждую гостью не менее полубутылки, не считая прочего. Разорительность свадебного обычая и пьяная утомительность его настолько велики, что даже челдоны-толстосумы кряхтят под этой тяжестью, да и народ совсем дуреет от гулянки. Один сельский богатей под Красноярском думал выдать дочь замуж после покрова. Вдруг является к нему депутации односельчан. «Батюшка, Иннокентий Фомич, не будет ли твоей к нам милости отложить свадебку на зимний мясоед? А вам что? Да кроме твоей три свадьбы у нас на селе. Ну, не выдержим, однако сопьемся». Там, где предвидится ряд богатых свадеб, хозяева уговариваются об их сроках и очереди, чтобы не совпадали. Это создает на срок мясоеда своего рода заколдованный свадебный круг, попав в который нелегко выкрутиться. Сибиряки вообще мало стесняются расстоянием. Сделать сотню другую, третью на лошадях у них и путешествием не почитается. Деловая или увеселительная поездка. На богатые и многообещающие свадьбы гости приглашаются и сами приезжают иногда из-за пятьсот, даже из-за тысячи верст. Присутствие таких редких и издалека гостей, конечно, затягивает срок и усиливает напряжение свадебного разгула. Приедет человек кутнуть на одной свадьбе, а гуляет на трех, четырех и больше. Есть любители кружить по свадьбам, которые в том и проводят осенние и зимние мясоеды, что катаются от села к селу, со свадьбы на свадьбу, на телегах или санях, обвешанных цветными платками и пьянствуют изо дня в день на чужой счет. Но есть и несчастные, которые порабощаются той же участи совсем не по своему доброму желанию, а потому что они — почетные гости, уважаемые люди, и отпроситься или бежать от кошмарных перов этих для них значит жестоко оскорбить хозяев и нажить себе злопамятных врагов на всю жизнь. И, наконец, весьма многие сибиряки, вполне искренно ругавшие и проклинавшие безобразие свадебного обычая, признавались мне, однако, что есть в его пьяном длительном вихре своеобразная затягивающая сила. Создается в целой группе людей то, что на юридическом языке называется привычкою к праздной и порочной жизни, будто какой-то стихийный и массовый запой. Декадент назвал бы это оргиазмом, а я думаю, что дело тут просто в хроническом алкогольном отравлении. Едва въехали в село Дагну, Тимофей был окликнут рослым мужиком, нарядным, как купец, и здорово выпившим. Сперва путники струсили было, но, вглядевшись, Тимофей признал в мужике мелкого золотопромышленника Миронова, с которым вместе старательствовал когда-то за Байкалом. Тому прошло уже лет пятнадцать, с тех пор товарищи не видались и вестей друг о друге не имели. Ульяны Миронов не видывал, и что была или есть такая на свете, не знавал. Следовательно, опасности от него Лизе не предвиделось. Обрадовался старому товарищу Миронов, настоял, чтобы заезжали к нему во двор. И как ты хочешь, что ты хочешь, однако ты у меня погости. Напрасно Тимофей и Лиза настаивали и отговаривали, что нельзя, очень спешат, и далеко еще им путь держать на самый Барнаул. Миронов только кланялся в пояс, да повторял умильным басом «Не обессудь, уважь, погости! Уж так мы тебе рады, так тебе рады, Господи! Я тебя, может быть, сколько годов в мертвых почитал, однако вдруг, вижу, едет и супружница с ним, ах ты, ах ты, не обессудь, уважь, погости!» «Душою, брат!» «Василь Миронович, но поспешаем в Барнаул!» «Что тебе в Барнауле делать? Барнаул так Барнаулом и останется, с места не уйдет, у меня погости! Ты, друг, посмотри, как живу, чаша полная, царю завидно, Господи!» «Небось, дружками были, комратами звались, из одного котла кашу ели, из одной бутылки спирт глотали, чтоб все вместе, значит, и на земле, и под землею, и вдруг, однако, вижу, едет и супружницу с собою везет, этакую добыл кралю писаную, ах ты, ах ты, как же нам с тобою по всему этому случаю, однако теперь не выпить, Тимофей Степанович, Ульяна Митревна, у вас, погости!» Он кланялся сам, заставлял кланяться жену, детей, работницу, работника. «Что же, Ульяна Митревна нерешительно обратился Тимофей к жене, ведь мы все равно хотели на день-другой себе роздых дать, так лучше, может, и впрямь погостить у Василь Мироновича, ничем у чужих людей». Лиза помолчала, подумала, она чувствовала себя страшно усталую с дороги, все кости болели. «Хорошо, я согласна. Ваши гости, Василий Миронович, только уж заранее уговор, хозяюшка милый, больше трех ден вы нас у себя не задерживаете». «Ульяна Митревна, сударыня ты моя!» возопил Миронов. «О чем твои ко мне слова? Напрасные твои ко мне слова? Да ты только проживи у нас три дня-то! Так ты и Барнаул свой, и все на свете забудешь, с нами не расстанешься. Вот какие мы люди, сударыня моя! Опять же, теперь свадьба у нас наладилась. Однако племянницу из своего дома выдаю за хорошего молодца. «А купец, парень, в плющу село за нами будет сорок верст, слыхай, аль нет? Как же мне, сударыня, теперь возможно отпустить тебя хотя бы и в Барнаул? Ты у меня на свадьбе первый человек будешь, у вас, погости, не обессудь!» Таким-то манером попали наши путники в сибирский свадебный смерч. И начал он их с того дня шатать и мотать от Василия Миронова к Мирону Васильеву из Дагны в плющу, из плющи в Дагну. И благодаря тому, что вся Дагна видела, как высоко чтит и ценит Тимофея Курленкова и супругу его Ульяну Митриевну Василия Миронов, первый на Дагне, а, пожалуй, что и по всей прилегающей округе человек, только и слышали теперь путники со всех сторон, что не обессудь у вас, погости, или, как в Сибири хозяйская формула предлагает, пылости, пылости, милы гости. На что порядочный гость должен по этикету отвечать с учтивостью, то и знаем, надвигаем, то и знаем, надвигаем, наилостились. Прошло три дня. Прошла неделя. Прошло десять дней. Прошло две недели. Тимофей и Лиза были, правда, уже не в Дагне и даже не в Плюще, а в какой-то опустоши. Но опустошь, как две капли воды, походила и на Дагну, и на Плющу, и был с ними тот же Мирон Васильев, и был тот же Василий Миронов, и шло кругом все то же, одно на одно, вино на вино. Как в Дагне, Плющи, потом в чем-то еще, потом в опустоши, Тимофей и Лиза, по почину Василия Миронова, всюду оказывались самыми почетными гостями, их больше всех и чуть не первыми после родителей подчевали, усерднее всех угощали и отводили им лучшую свободную коморку для ночевки. В разыгрывании супружеской комедии прибавился новый, неприятный и щекотливый момент, но Тимофей опять-таки показал себя молодцом и настоящим рыцарем. Он каждый вечер очень ловко умел задержаться и заговориться с кем-либо в момент отхода ко сну, чтобы дать жене время свободно раздеться и улечься в постель под одеяло, а сам затем, проникая в супружескую комору, целомудренно тушил ночник и свертывался калачиком, не раздеваясь, на каком-нибудь сундуке, лежанке, либо просто на полу, сунув под себя армяк, а под голову шапку. По утру он столь же скромно и деликатно удалялся, якобы до ветра, чтобы освободить Лизе срок спокойно одеться и привести себя в дневной порядок, но потом, выждав достаточно времени, непременно возвращался, и тогда уже он Лизу настойчиво просил удалиться из коморы. Как-то раз забыв что-то, она только что вышла, сейчас же возвратилась и застала Тимофея. Валяющимся с усердным и деловитым видом точно он обязанность исполняет на ее едва покинутой постели. — Что ты, Тимофей Степанович? — Ты еще спать намерен, — изумилась Лиза. Было уже около шести часов утра, и все село встало на ноги. — Не, я, однако, так. Тимофей сконфузился. — Зачем же? — Тимофей сконфузился еще больше. — Для людей. Лиза поняла. Тимофей старался придать их супружескому ложу естественный вид, будто на нем спали два тела, а не одно. — Ты меня, Ульяна Дмитрина, извини, пожалуйста, — виноват, оправдывался Тимофей. — Однако, понимаешь, я ведь не дурное, что мыслю. А для тебя же стараюсь, как мы, значит, супругами считаемся пред людьми. Этому хоть всю Сибирь обойди, никто не поверит, чтоб муж с женой врозь спали. Ну и того. Оберегаю, значит, твою честь и свою амбицию. Стараюсь так для тебя устроить, чтобы все к лучшему, для надлежащего вида, а то засмеют. Тебя за распутную меня за дурака почитать станут. Да и подозрения опасаюсь, ты не обижайся, однако ничего. Лиза вспыхнула, но обижаться было не на что, наоборот, скорее, она могла лишь быть и действительно была тронута такой заботливой предупредительностью супруга. Вообще и в оседлом состоянии, как в кочевом, учтивый, сообразительный и трезвый Тимофей менее всего затруднял ей супружескую комедию. Гораздо щекотливее для Лизы была свадебная среда, в которой они с раннего утра до поздней ночи обращались. Глава третья Некогда Ганнибал зазимовал в Капуе и, твердят все учебники истории для младшего и среднего возраста, тем самым погубил весь свой итальянский поход, ибо в изнеженной среде капуанского обывательства суровые карфагенские воины изленились и, с позволения сказать, обабились. Нечто вроде капуанского упадка энергии переживали и прощенские беглецы Тимофей Курленков и Лиза Басова в свадебном вихре, крутившем их подагном плющем и опустошем. Долго напряженные нервы не выдержали. Заговорила потребность реакции, сказалась огромная усталость физическая и нравственная, жажда сна, отдыха, покоя, животного прозябания. Только очутившись в полной безопасности, истомленной, потрясенной необычными впечатлениями и сверхсильными напряжениями энергиями, организм оценивал самочувствием, как много он пережил и утратил в короткий срок и настойчиво просил восстановить свою потерю. Каждое утро свое Лиза начинала угрызениями совести, что пора ехать дальше, но с тайною в глубине души надеждою, а вот что-нибудь помешает. И еще день-два будут длиться и сон в тепле на мягкой постели, и люди кругом, и чистая пища, а не серая степь, серое небо, могильники, звяканье бубенцов и дорога. Дорога, холодная сибирская дорога без конца. Когда человек сам не прочь встретить помеху к своей цели, помехи находятся очень легко и принимаются очень покорно. Ну, что за беда, в конце концов, рассуждала Лиза, бегство мое уже совершившийся факт, а в этом думала она о своей ладанке на груди с зашитую запискою. Потап не связал меня никаким сроком, еще даже неизвестно найду ли я в Энске этого товарища, быть может его давно перевели? Что касается Тимофея, лишь бы Лиза не торопила, а он готов был плавать в свадебной атмосфере, как рыба в воде. Было тепло, сытно, почетно, работать не приходилось, деньги лежали в кошельке, целые, непочатые, гуляй не хочу на чужой счет, чего же желать, куда гнать. Над ними не каплет, не каждый год выпадает человеку такая нечаянная благодать, уж куда ни шло, пробесимся, мясоед, а дорогу оставим на филипповский пост. Тимофею заметно хотелось тянуть путешествие. Сперва было условлено, что он проводит Лизу только до Барнаула, а там сдаст ее знакомому Потапа полуинтеллигентному купцу-сочувственнику, который уже позаботится переправить беглянку дальше на Каинск или на Курган, куда в то время дошла железная дорога. Но в пути беглецы услышали, наверное, что Потапова купца сочувственников в Барнауле нет, уехал в Петербург и вряд ли будет назад даже к Новому году. Это известие совершенно изменило и планы, и маршрут путников. Им уже не для чего было уклоняться так далеко на запад. Тимофей предлагал теперь просто подняться на север к таежной полосе и затем катить в Россию, как все добрые люди в то время ездили прямиком по Большому Иркутскому тракту. Новые пути напредстояло тоже огромнейшее, но все же короче прежде намеченной дуги верст на шестьсот. Чтобы осуществить ее легче и с меньшую потерю времени, следовало подождать, покуда кончится осенняя распутится и станут реки, а то ведь известное дело, что в Сибири, когда морозов нет, путешественник не столько дорогою едет, сколько выжидает паромов. Лень двинуться из уюта в степь сделала новый проект этот очень соблазнительным и для Лизы. Хорошо, Тимофей, я согласна. Мне безразлично, каким трактом ехать и куда именно выехать, лишь бы к России ближе. Но мне за тебя совестно, ты таким образом очень отдаляешься от Храповицка. Тебе трудно будет возвращаться. А я Ульяна Митриевна в Храповицк-то. Может быть, еще и не возвращусь. Как? А заимка твоя? За заимку Потап Ильич покуда присмотрит. А потом хозяину письмо пошлю. Он другого приказчика поставит, бог с нею. Мне о заимке вспоминать противно после того случая. Не жилец я больше на заимке. Я человек чувствительный, там теперь вся земля покойницею пропитана. Как я по ней ходить буду? Подошвы сожжет. Где ж ты в таком случае намерен поселиться? И чем займешься? А где? Доставлю тебя до России и сам в России останусь. Деньжонки у меня есть, руки, не хвалясь, скажу тебе, золотые. Какому делу меня не приткни, к промышленному ли, к торговому ли, нигде не ударю в грязь лицом? В Сибири пожито, попробуем счастье, как в России люди живут. Ты не смотри, что я курносый, я счастливый, опять же, однако, и тверезый, смею себя оттестовать, безрассудка не пью, знаю свою дозу. Ну, давай тебе бог, шутила Лиза, а сядешь у нас в России, пожалуй, опять женишься на российской. Тимофей отвечал ей не сразу, помолчав, и с каким-то странным взглядом, нет, жениться мне больше никак нельзя, но ведь ты же вдовый. Я вдовый, да паспорт-то у меня женатый. Это правду говорил Потап Ильич, что русский человек состоит из души тела и паспорта. И паспорт-то, пожалуй, точно оказывается действительнее всего прочего. Теперь, скажем, Ульянина тело в земле гниет, душа в горних витает, либо бесы ее по мытарствам водят, а паспорт жив. Сама знаешь, кто теперь по паспорту Ульяну это оказывается, и, стал быть, выходит теперь читак, что в теле и душе я с Ульяною смертью разведен, и венец наш кончился, а на паспорте нет, дудки, женат, и теперь я на всю жизнь свою осужден к тому, чтобы, ежели в рассуждении бабьего случая, пребывать в беззаконии, а насчет, чтобы честным браком, однако, нет. Какого попа не проси, всякое тебя с крыльца прогонит, с ума сошел свет. Двоеженцем желаешь быть, хоть и на духу признайся насчет Ульяны, все одно, самый жадный поп даже и для модели венчать не станет, потому что таинство таинством, а паспорт паспортом. Пред богом оно, конечно, таинство главнее, ну, а в людях паспорт покажи, да, умно я себя устроил, могу сказать. Лизе было очень неловко слушать это рассуждение, тем более, что она находила его справедливым. Конечно, паспортная женатость Тимофея на всю жизнь обусловлена главным образом тем обстоятельством, что он не решился объявить смерть Ульяны, это его вина, но она, Лиза Басова, воспользовалась странным юридическим положением Тимофея и часть вины как будто перелагается на нее самозванку, злоупотребляющую документом о женатости уже неженатого человека, пользующуюся формальным правом, которое в действительности погасло. Чтобы скрыть невольное смущение, девушка отшутилась, ничего, Тимофей, бог милостив, у тебя рука счастливая, умерла настоящая Ульяна, теперь я в Ульянах слыву по паспорту, а в России найдешь себе новую Ульяну, чтобы была уже и по паспорту, и по сердцу. Тимофей покраснел всем своим курносым лицом. Нет уж, спасибо, покорно благодарю, конечно, мне до стариков еще далеко, пятого десятка не переломил, силу в себе чувствую, человек грешный, без бабы не проживу. Но чтобы опять кометиту ломать насчет паспорта, нет, не согласен, оставьте, если бог пошлет согласную сожительницу, почему не взять, но в Ульяна ее производить, нет, довольно. Что же тебе имя надоело? Насмешливо спросила Лиза, даже уколотая немножко, почти задорную горячностью Тимофея. Он объяснил, не смутившись. Не надоело, но что мне в нем приятного? О первой своей Ульяне я и думать-то ненавижу, ведьма была. Одного теперь в жизни своей боюсь. Не вздумала бы по ночам снится, а вторая Ульяна ты, то есть. Чего лучше не надо? Да не свой человек, чужой кус. Я к тебе со всем моим глубоким уважением и никогда тебя не забуду, но ничего в тебе к удовольствию своему я иметь не могу. Что лестного? От людей прячешься, прячешься, хитришь, мудришь, чтоб не заметили, что мы с тобою не в совете живем. Ты нашего сибирского глума не вкушала. У Сибири язык бритва. Как начнут издеваться, каждый человек сбеситься может, ежели имеет свою амбицию. Уж и без того меня травят мужики, что я пред тобою больше шибко рабею, выходит, будто покорствую под Жениным башмаком. Я имею свой характер. Могу вытерпеть всякую насмешку, но истинно тебе, Ульяна Дмитриевна, говорю, бывают насмешки непереносные. Нехтя озвереешь, среди зверей зверем себя выкажешь. Ты, Ульяна Дмитриевна, уж снисходи ко мне. Пожалей маленько, если при людях в таком разе, но грублю тебе не взыщи. Не я грублю, амбиция грубит, потому что, по нашим понятиям, самый ничтожный тот человек, которым баба командует. Неловкое положение Тимофея в качестве супруга среди мужчин Лиза понимала тем лучше, что самой ей в качестве супруги приходилось не веселее от бабьих стай, которые теперь окружали ее сорочьем стрекотом с раннего утра до позднего вечера. По части нравственности у сибирячек скверная репутация, но вряд ли вполне заслуженная. По крайней мере, сколько знавал я сибирское крестьянство и мещанство, бабы в них и на язык довольно сдержаны и делом распутничают только там, где много навозных, своего рода экзогамическая проституция во вкусе и тоне древних жриц астарты. Амфитеатров «Сибирские этюды» издание второе очерк Гальтиморы Пресловутый сибирский разврат достояния безобразных слоев коммерческой и промысловой буржуазии с случайными состояниями, с случайными банкротствами сегодня на возу, завтра под возом шик Наполеонов Тайги и связанных с ними соответственных Жозефин. В крестьянстве сибирском я ничего подобного не наблюдал. Напротив, не надо забывать, что южные сибирские степи классический край крестьянского гражданского брака, очень прочно и честно соблюдаемого по простой силе обычая, без всяких принудительных уз. Если в сибирских женщинах что и коробит нравственные чувства, то не половая распущенность и безалаберность, а наоборот холодная способность оценить свое тело как товар в спросе и поставить на городской рынок совершенно точно обусловленным предложением. Известна поговорка о Сибири. Птицы без пения, цветы без запаха, женщины без сердца. Да и то все это по преимуществу в полосах, развращенных навозным элементом. Но бывают в году сезоны, когда сибирская баба дуреет. Это масленица и свадебные мясоеды. Я говорил уже о пьянстве, которым сопровождаются сибирские свадьбы, но и помимо пьянства это какой-то хаос распущенности в слове, жести и деле. Большинство сибирских свадебных песен, острот и прибауток совершенно неповторимы в печати. Между тем поют острят и ляс и точат по преимуществу женщины. В Минусинском уезде до сих пор уцелела старинная свадебная пляска «Козел» с такую выразительную мимикой, что кан-кан как вог и матчиш сравнительно с ее первобытным цинизмом не более как шведская гимнастика для детей среднего возраста. В Кузнецком округе по сейчас молодую для показания честности выводят к пирующим гостям в одной рубахе. Высокоторжественная демонстрация это сопровождается грохотом в тазы и котлы, пляскою в присядку, воплем, гиканьем и пением своеобразного хорала под названием «Беда». Эту беду начал было мне диктовать один минусинский обыватель, но, произнеся четыре стиха, сконфузился и отказался продолжать. Нет, знаете, черт ее побери. Однако совестно, когда ее на свадьбе пьяной орешь, как будто ничего, а утрезавый язык не поворачивается. Словом, кто хочет вообразить себе настроение хорошей и по-честной сибирской свадьбы, тому надо возвратиться из 20-го века в 17-й и 16-й к Калеарию, Петру, Петрею, Корбу. Разница одна. Все то, в чем на Москве обличали эти старинные иностранцы родовитое боярство в Сибири, стало пороками богатого чалдонского крестьянства. А то тождество настроений полнейшее, включительно до знаменитой сцены Олярия. Когда мужья с пьяна попадали на пол, жены сели на них и продолжали пьянствовать, пока не упились до нельзя. Включительно до пьяной путаницы кто чья жена, кто чей муж, до так называемой кумовщины. Ревнивый муж злобится на жену, замеченную им в амурах с каким-то молодцом на свадебной пирушке у родственников. Обыкновенно в Сибири на этот счет строго все за мужа и против неверной жены, но тут только пожимают плечами дурак блажных. Кто ж тиранит бабу за свадебный грех? Известно, что бабы на свадьбах сумасшедшие, это их время, царствуют подлые. Когда Лиза впервые очутилась среди хмельных, полухмельных и похмельных баб поезжанок, она прямо струсила. Ей показалось, что она в доме сумасшедших. Таких словечек она наслушалась, такие невозможные вопросы ей задавались. Оскорбляться она не имела права, потому что видела, что обращаются к ней таким образом не со зла, напротив, с полным радушием, как кровне, которые добра желают. Узнали, что Ульяна Митриевна замужем седьмой год, а детей нет, и на перерыв осыпали ее супружескими советами и наставлениями, хоть провалиться от них сквозь землю в ту же пору. Застыдилась, растерялась, дружным хором подымают на смех седьмой год баб замужем окраснеет, как молодуха. Ишь, городская модница, не разревись поди со стыдобы. И вправду несколько раз атмосфера пряных слов и мыслей доводила Лизу до слез. Советовалась Лиза с Тимофеем, как ей вести себя, чтобы не было себе зазорно и баб не обидеть. Но тот только руками развел бабы, Ульяна Митриевна, время свадебное, пьяные они, ты отмалчивайся. Так и решила Лиза напустить на себя глупый вид и ровно ничего не понимать. Пусть лучше круглую дурую считают, но оставят в покое. Подействовала, отвязались. К великому своему удовольствию Лиза вскоре удостоилась слышать собственными ушами такую себе аттестацию. Красивая жена у Тимофея, а уж куда не умна. Не она слово сказать, не она компанию разделить, сидит, как сова доглазищами хлопает, скук с нею скученская, а еще городская. Ее, миленькие, кажись, и муж-то не любит. А за что любить? Разума в голове нет, детей не рожает, напрасно на свете живет, только небо коптит. Свадебных пирушек Лиза окончательно не выдержала. При первой же демонстрации молодой, с аккомпанементом беды, ею овладел панический ужас. К счастью, Тимофей был близ жены. Он заметил, что Лиза бела, как мертвец, еще минуты и упадет в обморок. Он выхватил жену из толпы, увел, будто самлела. Так как самлели уже многие женщины, то никто не обратил внимания. Лизе же это приключение стоило сильного, первого в жизни истерического припадка. Тимофей хорошо понял, что потрясло Лизу и задумался, как избавить ее от подобных зрелищ. Уговорились самлевать на каждом перу и как можно раньше. Как только пирование начинало переходить в оргию, Лиза симулировала обморок, Тимофей подхватывал ее и уводил, извиняясь, что баба ослабела. Репутацию Лизы эти обмороки окончательно уронили мало, что полудурье, да еще и больная. Тимофея же все жалели, что польстился на красоту, навязал себе на шею сокровище. В коморке Лиза спокойно укладывалась спать, а Тимофей возвращался на пирушку. Так было и в Дагнии, и в Плюще, так устроилась и в Апустоши. Лиза спала уже часа полтора, когда ее разбудило внезапно наполнившее коморку громыханье и бормотанье. В испуге она открывает глаза, приподнимается, садится на кровати и в мерцании ночника видит наклоняющегося к ней Тимофея. Но какого Тимофея? От смирного, вежливого Сократа не осталось и следа. Лицо пылает огнем, нос, как вишня, голубые глаза остекленели и налились кровью, борода всклокочена, как войлок дыхания, будто пожар в кабаке. Тимофей был совершенно пьян. Стоя предизумленную, испуганную Лизу, он качался на ногах, как трость, ветром колеблемая, цеплялся за кровать, за подушку, за самую Лизу и лопотал полумертвым языком. жена, супруга, сударыня, желаю, чтобы, значит, все по закону. Уль, а Уль, Ульяша, а? Лизу обуял страшный гнев. Недолго думая, она ударила Тимофея кулаком в переносицу с такой силой, что бедняга, будучи совсем слаб на ногах, рухнул навзничь и остался на полу в сидячем положении, крепко стукнув затылком о сундук. А, потаскуха ворона сибирская возопил он так-то, а в полицию хочешь? Лиза обмерла. Но Тимофея уже охватило сном. Он положил голову на тот самый сундук, о который едва не раздробил себе затылка и захрапел. Дверь приотворилась. В коморку заглянуло морщинистое лицо старухи-бабки, матери-домохозяина. Она слышала крик и грохот упавшего тела и растревожилась. Что тут у вас, молодка, захмелел, видно, сожитель твой? У взволнованной Лизы едва достала силы найти подходящий ответ. Напился свинья, безобразничает, на ногах не стоит, а туда же командовать желает, драться по лес. Прекрасно как, валяется на полу, как собака, глаза мои его постылого не видали. И завыла. Она рассчитывала, что старуха, удовлетворив свое любопытство, уйдет. Не тут-то было. Бабка, в качестве человека стародавнего, в ответ на Лизина вытье, разразилась предлинным увещеванием, что реветь, мол, тебе не о чем. Видно, слезы дешевые, глаза на мокром месте. Муж у тебя, молодка, человек прекраснейший, а ежели выпил лишнее, то с кем греха не бывает. И какие, правну, не дотроги, сталь, но не молодые бабы, ты на меня гляди. Я смолду от сожителя своего только тем не бита, чего в дому поднять нельзя. А сорок лет прожили вместе, развода не просили, детей подняли, внучат дождались. Чем голосить бестолку, ты лучше сожителя пожалей, пьяный, что хворый, не что можно так, чтоб больной человек собакою на полу валялся, ты его обреди, ты его уложи, какая ж ты жена, если к мужу жалости не имеешь. И пошла, и пошла. Лиза убедилась, что от сибирской патриархальной Матроны ей не отвязаться иначе, как войдя в смиренную роль покорной жены сиделки. При помощи бабки она взгромоздила бесчувственного Тимофея на кровать, сняла с него сапоги, а сама осталась доночевывать до солнца, сидя без сна на сундуке. Непривычный к пьянству Тимофей действительно сделался ночью ужасно болен, Лизе пришлось возиться с ним, как с малым ребенком. Отравленный алкоголем, Тимофей горел, охал, стонал, метал, сорвало его, словом, ночка выпала такая веселая, что и настоящей жене много надо иметь любви к мужу, чтобы безропотно выдержать подобное испытание. А каково же было терпеть ни за что, ни про что, от совсем постороннего человека жене по паспорту? На завтра, когда Тимофей проспался, между супругами произошло жестокое объяснение. Тимофей был смущен до дна души, чувствовал себя глубоко виноватым, просил прощения чуть не со слезами, божился и зарекался, что больше напиваться не будет. Верить было можно, потому что Лиза знала, в обычных условиях жизни спутник ее действительно был, по сибирским понятиям, человек редкой трезвости. Но свадебные оргии и не таких людей выворачивают с лица наизнанку. После этой истории Лиза уже только о том и думала, как бы вырваться из засосавшей их вакхической обстановки и ничего не могла сделать. Их перекатывала, как шары какие-нибудь из села к селу, с одного свадебного пира на другой, от тысячника к тысячнику. И всюду было одно и то же. Разливанное море водки и пиво, голдеж, песни, непристойная пляска свах, беда, козел. И когда все перепьются, нагорланят, насквернословят, напляшутся до изнеможения, мертвый сон до следующего утра, опять открываемого полубутылкою водки на похмелье. А чтобы переутомленный гость не мог убежать от тысячного хлебосольства каждый хозяин спешил первым долгом обезлошадить поезжанина. Выпряженные из повоза кони угонялись табуном в степь копытить корм. Тимофей держал данное слово и вел себя прекрасно, хотя Лиза втайне уже не так доверяла ему и немножко побаивалась его с той пьяной ночи. Роль фиктивной жены, разыгрываемая в грубых условиях степной фамильярности, надоела и опротивила ей до тошноты. Нельзя притворно фамильярничать без того, чтобы на отношениях не остался осадок настоящей фамильярности. Лиза так привыкла быть Ульяною по целым дням, что только ночь возвращала ей самое себя, Лизу Басову, с ее сознанием, мыслями, чувствами, возвращала на короткий предсонный промежуток, а с утра чуть ступила за порог своей супружеской коморки, опять позабудь, что ты, Лиза, влезай в кожу Ульяны Митриевны. Свадебная волна незаметно увлекла супругов от намеченного ими пути в сторону верст на полтораста. Это еще не так много. В Минусинске я знал не крестьянина даже, а полицейского чиновника, который поехал на свадьбу за шесть верст от города, а очутился затем, сам не знаю как, за восемьсот верст в Кузнецком округе у совсем незнакомых мужиков. Но, тем не менее, когда беглецы подочли свой уклон от маршрута, Лиза пришла в ужас, да и Тимофей почесал в затылке, решили дальше никому ни за что не ехать и по возможности немедленно удирать. Но тут произошло нечто непредвиденное и нелепое, что опрокинуло все их расчеты и планы. Глава четвертая свадьбе, на которой они теперь гостили, шел уже третий день. Невеста взята была с ближней верстах в десяти заимки, и поезжане проводили время в том, что напьются у свекра, едут пить к тестю, напьются у тести, едут пить к свекру. Где темный вечер пристигнет, там и ночлег. В одном из таких переездов застал их внезапно ударивший крепкий мороз. Лиза не очень тепло одетая, страшно перезябла, приехала к месту совсем синее и голоса нет, только стучит зубами, струсила, не схватить бы горячку. Стали отпаивать ее горячим чаем, принудили выпить большую рюмку знаменитой сибирской наливки из облепихи, Лиза ожила, простуда ее как не бывало. Раньше Лиза никогда не брала в рот крепких напитков, разве пригубливала для приличия? Облепиха покорила ее быстро. Вообще это ужасная ягода для непривычного человека, настоящий дурман, тем более в спирту. Сперва опьянение облепихою дает очень короткий период веселых возбуждений, потом чувственный или буйный бред и, наконец, долгий мертвый сон. Хоть ножами разайми человека, не услышит. На другой день даже у крепких петухов жестокая головная боль. Одуренная облепихою, Лиза сама не помнит, как очутилась в постели, потянулась вереница тяжелых, диких, постыдных кошмаров. Ранним утром Лиза очнулась, как от электрического толчка. Еще не раскрывая глаз, она почувствовала, что она не одна в постели, открыла глаза и на ситцевой подушке увидела рядом с своей головой курносое лицо с широко разинутым ртом в густой курчавой бороде. Перина испятнано кровью. Холодея от ужаса, Лиза убедилась, что из фиктивной жены Тимофея Курленкова она сделалась фактическую. А голову как железными обручами ломит и в глазах прыгают снопами зеленые искры. Тимофей проснулся и помертвел от пристально уставленного на него страшного взгляда Лизы. Уля, что ты, Бог с тобой, что ты, Уля, Уленька, то со мною, что убью тебя подлеца, мало тебя убить, вырвался хриплый стон из груди Лизы. Но Тимофей вдруг облился гневным румянцем и подступил к жене резко, смело, почти гневно. То есть за что же это, однако, ты убивать меня желаешь, Ульяна Митриевна? Вся твоя воля, но это с твоей стороны не по чести. Что было, то было, однако никакой вины моей против тебя нету, я, однако, неварнак какой-нибудь, не в лесу силком тебя взял, сама пожелала. Что? То, что хоть чужих людей спроси, мало ли ты с вечера чудесила, то с мирной воды не замутишь, от каждого стыдного слова огнем вспыхиваешь, а тут разгулялась не унять, волосы распустила, платье с себя рвать начала, весь народ смех удался, я тебя от срама силком увел, спать уложил, а что не ушел от тебя, как обыкновенно, ты же не отпустила, что ж я каменный, что ли? А ну, конечно, ты вчера не вовсе в себе была, да ведь и я, облепихия, ты проклятый грешным делом глотнул изрядно, пьян не был, этого нет, я тебе обещал, что напиваться больше не буду, и слово мое крепко, а в голове пошумливало, мысли веселые пошли, владание ослабло, каб я вовсе трезвый был, может быть, и остерегся бы, а в охмелю бес сильней человека, кто своему счастью враг, ты слушай меня, Ульяна Дмитриевна, уговаривал он, ты не кручинься, сердце своего напрасно не береди, стыдить тебе ни перед кем не приходится, что мы с тобой не муж и жена это мы одни знаем, а для прочих мы в законе, паспорт-то, вот он, по паспорту ты моя законная супруга, и как мы с тобой живем, никто нам в том не указ, пред людьми ни на мне, ни на тебе никакого греха нет, что мы вдвоем знаем, то при нас двоих и останется, а по паспорту ты моя законная жена. Дьявол в твоем паспорте сидит, отвечала рыдающая Лиза, будь он проклят твой паспорт, поработил ты меня им, что от меня теперь осталось, сперва твой паспорт, имя мое съел, теперь тело погубил, куда я теперь годна, как я покажусь роднее друзьям, ты не кричи, усмири себя, не кричи, обнаружишься, твердил побледневший, с трясущимися холодными руками, Тимофей. Все равно мне теперь, кого мне беречься, чего бояться, хуже, чем ты поступил со мною, мне ни от кого быть не может, все равно. Да мне это не все равно, почти зарыдал Тимофей, матушка, Ульяна Митриевна, ведь если ты теперь себя обнаружишь, следствие начнется, никакие свидетели мне не помогут, никакой присяги суд веры не даст, убивцам меня сделают, на Сахалин мне идти, за что, матушка, Ульяна Митриевна, себя погубишь, меня погубишь, усмири себя, пожалей. Он стал на колени и ползал, целуя подол ее рубахи. Уйди, хрипела она, уйди, тварь, видеть тебя не могу, убью я тебя, уйди. Она повалилась ничком на постель, Тимофей вышел. Несмотря на все свое самообладание, на этот раз он оплошал, на нем лица не было, так что хозяева переполошились. Что, храни бог, не захворал ли сама-то? Тимофей сделал страшные усилия и отвечал с натянутой усмешкой. Не то, что захворало, обложить с похмелья. Приступа к бабе нет, тот слышим шумить в коморе. На том простите. О, нешь к тому дел житейское. Дома хозяин, пятидесятилетний сивый челдон, хитро подмигнул Тимофею веселыми глазами, маленько поучил, однако, благоверну это. Поучил звонарь протопоп, как же, со злостью подумал про себя Тимофей, но вслух произнес с важностью не без того. Ты вожжу возьми, рекомендовал челдон, я всегда вожжую, баба вожжу любит, потому что вожжа вещь крепкая. Лиза пролежала до самого полдня, как пласт, уткнувшись лицом в подушку, ни разу не переменив положение. Тимофей заглядывал к ней время от времени, но думал, что она спит, и оставлял ее в покое. Наконец, решился окликнуть. Лиза взглянул на него потухшими усталыми глазами. Тимофей «Сидеть и налаживал отъезд усердно, сколько не пеняли ему зато радушные хозяева. На четвертый день Тимофей вошел к Лизе мрачной, как туча, из досады даже шапку бросил озимь. Что еще? А то, что по Чулыму сало пошло. Чулым приток Аби, примечание Амфитеатрова. Парома больше нет, почту сегодня кое-как на лодках перевезли, а завтра уже не берутся, до самого ледостава теперь конного пути не будет. Лиза бледная сидела, стиснув зубы, уставя глаза в одну точку, потом тихо-тихо и зло нехорошо засмеялось. Везет же мне, Тимофей Степанович. Да уж точно, что и говорить, вырвалось у того невольное согласие. Сама природа пути загораживает. Я уж не верю, что мы когда-нибудь вырвемся отсюда. Судьба! Если б я была суеверна, то подумала бы, что это Ульяна твоя мстит мне, зачем я имя ее украла, не выпускает меня из Сибири проклятый. Ой, не поминай ты ее ни к добру. Долго ли ждать ледостава? Ден десять. Если морозы будут, раньше лед не сдержит. Лиза засмеялась еще горше и злее. Ты не убивайся, Ульяна Дмитриевна попробовал утешить Тимофей, зато теперь в тайгу подымемся, по снегу поедем, на санях. Не увидишь, как дорогу скоротаем, на Спиридона Санцеварота слово тебе даю, уже будешь в России. Спиридон Санцеварот, двенадцатое декабря, примечание Амфитеатрова. А мне теперь все равно, тихо возразила Лиза, раньше, позже, все равно. Тимофей глядел на нее с изумлением. Она продолжала. Ты еще не знаешь, какая беда со мною случилась. Я ладанку свою потеряла, где не знаю. Все углы, все щели осмотрела, нету. Уже на тебя думала, не ты ли снял. Зачем мне оскорбился Тимофей, то-то знаю, что незачем. Крест, образки целые, все до единого, а ладанка оторвалась, пропала. Я второй день ищу, нету. Судьба. Авось найдется, хозяевам, надо сказать. Нет, не найдется, упрямо возразила Лиза. Это судьба. Мощи там у тебя были, что ли, какие? Да, мощи. Перстугодник Потапия, горько усмехнулась Лиза. По имени Потапа Тимофей догадался, что тут совсем не то и деликатно умолк, но в то же время взял про себя некоторое решение. Вдвоем с Лизою они еще раз обшарили коморку, сени, углы, сорные кучи, отхожие места. Не иначе, как черт украл, говорил Тимофей. Лиза холодно и злобно повторила судьба. Эта потеря добила молодую женщину. Ее охватила какая-то суеверная болезненная апатия, выражавшаяся полным бездействием, упадком сил и страхом людей. Буквально по целым дням Лиза лежала в коморке на постели, бессмысленно глядя в стену, молчала и даже не думала, считала спиленные сучки в бревнах пятна, разводы. Если к ней входили, спешила притвориться спящую. Если вызывали ее Тимофея или хозяева, выходила полусонная, дикая, зевающая, старалась сесть особняком, выбирала угол потемнее, молчала, как рыба, была людям тяжела и себе неприятна. У Тимофеевой хозяйки в голове не все дома, давно уже говорили по селу, многозначительно указывая налог. Чулым стал, санный путь открылся. Известие, что можно ехать, Лиза приняла равнодушно, точно оно ее не касалось. Машинально собрала пожитки, машинально распростилась с хозяевами, только перед самым отъездом еще раз обыскала до нитки, до самой маленькой щели свое помещение, ничего не нашла. Судьба. Печально и мрачно было путешествие на север. Двигались медленно, потому что то метель, то оттепель, здесь река не стала, там ее распустило. Засиживались на станках по суткам и больше, ехали то на колесах, то на полозу. В первые три дня Лиза с Тимофеем не сказали ни слова. Она сидела в кибитке прямая, как истукан, и почти не моргая глядела в белую степную даль. Каждая встречная повозка пугала Лизу. На станках Тимофею приходилось долго уговаривать ее и, наконец, чуть не силою тащить, чтобы не оставалась в кибитке на морозе, но шла бы в тепло к людям. День был серый, снежный, с кисейными сетками густолетающих тяжелых белых мух. Дорога шла в гору. Впереди чернели таежные холмы. Лиза сидела в кибитке. Тимофей, чтобы облегчить труд коням, шагал рядом с санями, понукая, посвистывая, припрягаясь к оглобле, когда подъем крутел. «Тимофей!» — внезапно раздался глухой голос Лизы. «Ась!» — обрадовался Тимофей, что наконец-то заговорила. «Куда мы едем?» «Не знаю, как станок называется к ночи, люди сказывают, в Мариинском будем». «А дальше куда?» «Куда приказывала». Тимофей назвал город Пермской губернии намеченной для Лизы Потапом. Кони взяли гору. Тимофей дал им вздохнуть, потом сел в кибитку и погнал шибкою рысью. Бубенцы звонко заплакали жалобным смехом. «Тимофей!» «Что, Ульяна Митриевна?» «Мне нечего делать в Энске, Тимофей. Явку я потеряла, время потеряла, всю себя потеряла, судьба». «Перестань уж ты убиваться, Ульяна Митриевна. Кое время себя мучишь за напрасно. Брось! Кабы польза была, то сама знаешь, что непоправимая. Брось! Тише вы уносные!» Кони пошли шагом. «Если в Энск не желаешь, прикажи куда. Я сказал, что доставлю и доставлю, хоть в самую Москву». «В Москву?» «К тетке? На бронную?» вскрикнула Лиза. «Ни за что, никогда». «Не желаешь к своим, значит?» «Нет у меня больше своих. Стыд один есть. Как я своим в глаза глядеть буду? Умру от стыда, страх какой». «Не надо, Тимофей, не надо. Положим, что полиция признает тебя там, на Москве-то?» подумав, согласился Тимофей. Лиза молчала. Разговор возобновился только на следующий день, уже далеко за Мариинском. «Я не только своих, боюсь, Тимофей, мне и чужие-то страшны», говорила Лиза. «Если бы можно было найти нору какую-нибудь, забилось бы в нее, да так и не выглядывало бы. Или вот ехать бы всю жизнь, как мы теперь едем, чтобы пристанище не иметь, чтобы никто не мог привязаться с расспросом кто ты, откуда, зачем. Не могу я. Умирать жалко, а вся жизнь моя сломалась. Не могу я на жизнь оглядываться, не могу, чтобы меня прошлое окликало знакомым голосом. Заново надо жить. Не могу». «Да что ж мне с тобой делать? Куда мне тебя девать?» лепетал смущенный Тимофей. Он тоже начинал подозревать, что Лиза сходит с ума. Угрызения совести мучили его, и не только за грех против Лизы, а и еще кое за что. Дело в том, что ладанку-то он нашел в тот самый день, когда Лиза рассказала ему о своей потере. Она провалилась между двумя рассохшимися половицами в подклеть и лежала одноцветная с ними, доступная только сибирским рысьим глазам. Тимофей знал уже, что в ладанке таится политический секрет, и, значит, она штука опасная. «Однажды потеряла, и в другой раз не убережет», думал он о Лизе. «А кто знает, чего тут Потап наколдовал? Сохрани Бог, попал бы в чужие руки, за клочок бумажки люди в рудники уходят». И, недолго мешкая, он отправил роковую ладанку в топившуюся печь. Ей же лучше, о ней же стараюсь, мысленно оправдывал себя перед Лизою Тимофей. «Что потеряла, погорюет и перестанет, а свою петлю на своей шее возить не расчет?» «Куда?» В задумчивой тоске отозвалась Лиза на беспокойные вопросы спутника. «По чем я знаю?» «Если бы такую глушь найти, чтобы никогда никого из прежних знакомых не встретить, а жить чем станешь? Работать могу, в люди служить готовы идти, мастерскую открою, прачечную, булочную, я все умею, деньги нужны. У меня есть четыреста рублей, сказал Тимофей и хлестнул лошадей. Промчавшись с версту, он раскурил трубку, затянулся, выпустил дым и серьезно обратился к Лизе на эти деньги. Ежели приложить к ним маленький капиталец, можно и торговляшку начать в небольшом городе или селе хорошем. Фабричный врач ВСКИ, административно высланный из подмосковного посада на север за литературу и неуместные собеседования с рабочими, только что прибыл в Те, уездный город Нской губернии. Он уже выдержал обычный искус в полицейском управлении, с подписками, чтением закона о ссыльных, с наставлениями власти, придержащей о местном режиме, и теперь искал себе квартиру. Трудно это у нас дел, ваше благородие, квартиру найти, говорил ВСКОМУ, шагая под ским непролазным грязем, великодушно навязавшиеся ему в качестве чичероны, полицейский солдат. Вы в столице обитая привыкли жить чисто, а у нас обыватель, прям, надо сказать, свинья, в хлеву живет, в навозе дрыхнет. Разве попробовать на слободке? Я гордо не знаю, где хотите, мне лишь бы клопы не обижали. Без клопа, ваше благородие, прямо говорю, не найти. Такой город, даже в присутствии клоп преизбыствует, по зерцалу ползают окаянные, где без клопа не найти. ВСКИЙ Чистюля, щепетельнейший, тяжко вздохнул, уныло размышляя, уж лучше бы меня опустили прямо в девятый круг дантово ада. Но Мирмидон вдруг круто повернул. Есть! Пойдемте на соборную горку, ваше благородие, попытаем счастье у лавшника. Неужели без клопов? Не должны бы еще развестись подлые. Новый дом лавшник поставил. Только что перебрались хозяева-то, до осени проживали в старом при магазине. Богатеют прытка у нас, черти-лавшники, ваше благородие. Хоть бы этого взять. Всего четвертый год, как он проявился в нашем городе, а уж экою домину построил. Здесь, пожалуйте, ваше благородие. А вы разве не войдете? Воин сконфузился. Не обожает этого здешний, чтобы наш брат к нему жаловал. Ты приказывает ко мне в лавку приходи. Я тебя чем хочешь ублаготворю, а на дом ко мне без надобности не шляйся, не люблю. Ничего, мы не обижаемся. Человек обходительный, а что нравные все они сибиряки свободного духа наперлись. Сибирский он, ваше благородие, из тамошних мещан. Вы извольте идти, ваше благородие, я у калитки подожду. Две минуты спустя в ски стоял в довольно чистеньком зальце, как обыкновенно бывают мелкокупеческие зальце в северных уездных городах, с геранью, канарейкою, часами, которые кричат кукушкою, с портретами царя и царицы, с большими образами и лампадкою под низким белым потолком. По красному полу тянулась суровая домотканая дорожка, а по дорожке ходили два четвероногих, толстый серый кот и здоровый лупоглазый ребенок. «Что? Приезжий квартиру ищет? Какая же у нас квартира? Нет у нас квартиры. Зачем пускала?» Слышал взкий сердитый женский шепот за перегородкую. Хозяйка бронила работницу, открывшую взкому двери. «Да уж хорошо, хорошо, что с тебя взять, если дура? Иду сейчас, поди и самого позови». «Простите, пожалуйста, я, кажется, совершенно напрасно вас побеспокоил, начал было в ски навстречу входящей женщине, но поднял на нее глаза и осекся разиня рот. Перед ним в замасленной белой с розовыми цветочками ситцевой блузе и с годовалым ребенком на руках стояла молодая особа лет двадцати восьми в рослой плотной фигуре ее в расплывшихся красивых чертах румяного лица, в русых волнах пышных волос, в серых вопросительных глазах, внимательно на него глядевших, в скому мелькнуло что-то знакомое, далекое, давнее. «Басова? Лиза? — Это вы же! Вы! — вскричал он наконец, потирая обе руки. Какими судьбами? Как я вам рад! Вот неожиданность!» С лица женщины сбежал румянец, и руки ее, державшие ребенка, задрожали. «Ой, как вы меня испугали, господин!» произнесла она белыми губами, притворно и осторожно улыбаясь. «Что вы! Я вас не знаю!» Обознаться изволили. И в ту же минуту, вывернувшись из боковой двери, застегивая на ходу пиджак, перед вским явился уже лысоватый спереди мужчина с лицом курносого Сократа с окладистой курчавой бородой. У него тревожно бегали глаза, но рот улыбался. «Поди к себе, Ульяна Митриевна, поди к себе!» Феня плачет, быстро сказал он женщине, и сейчас же к ВСКОМУ. «Очень приятно познакомиться. Тимофей Степанович Курленков, домовладелец здешний, коммерсант. Квартирку изволите искать?» Крайне Крайне Курленков, 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 ДАСС. «Это вашу супругу я имел удовольствие сейчас здесь видеть, ДАСС? Супруга-с, законная моя жена-с, Ульяна Курленкова, ДАСС?» «Ваша супруга имеет поразительное сходство с одной моею хорошую знакомую. Бывает-с, бывает-с, чего не бывает на свете. Может быть, близкая родственница мою знакомую звали Елизавета Прокофьевна Басова?» «Басова?» «Не слыхал-с, Басова. Нет, такой родни у нас нет-с, Курленковы, Хворовы, Черных, Абасовых. Нет, не имеем. Да вы где их изволили знать?» «В Москве студентам еще». «В Москве не только родни знакомых не имеем, еще не бывали мы даже в Москве. Супруга моя, как и я, из Сибири происходит. Сибирякис. Соленые уши. Я Курленков, она по отцу Черных ДАСС. Очень сожалею, что не могу услышать квартиркою. Очень извините за беспокойство. Помилуйте за честь, понимаю, покорнейше прошу, не оступитесь, пожалуйста». «Поладили, ваше благородие?» вопросил Вскова, ожидавший Мермедон. «Нет, брат, не отдают», раздумчиво отвечал тот, весь в мыслях о только что пережитой встрече. «Так я и знал, что не отдадут характерные сибиряки. Что ж, завтра еще поищем. Теперь свести вас, что ли, на постоялый двор?» «Иди на постоялый двор». В грязной комнатке постоялого двора Вский лежал на облупленном клеенчатом диване и думал, двойников на свете не бывает. «Если я видел не Лизу Басову, то ее оборотня». В дверь постучали. «Можно-с?» «Пожалуйста». Пробежали часы. При колыхающем пламени свечи Вский жал на прощание руку человеку в окладистой курчавой бородке с лицом лысого Сократа, а тот ему объяснял, «Истинно говорю вам, в селе Сем Подгородном вам не в пример лучше будет устроиться, чем в городе. Домик тот, который я вам рекомендую, у Папас, чудеснейший, поблизости несомненно, найдете многих товарищей ваших, а о разрешении выбрать место жительства не заботьтесь, только заявите желание, чтобы обитать на селе исправник у меня по долгам своим». «О, где сидит, давно запищит, но уж, пожалуйста, как благородного человека вас прошу, позабудьте». И супруга просит. «Неудобно это, чтобы нам с вами в одном городе. Сделайте, милость, не тревожьте, я, ежели и деньгами, что могу-с, потому что женщина-с, нервы у них, трое малых детей, сама тяжелая, убедительнейше вас прошу, гораздо лучше вам будет на селе, чем в нашем городе. Какой это город? Одно предисловие, смехотаз». Субтитры создавал DimaTorzok